Слава Господу Церковь! И давайте мы свершим еще одну молитву за Слово, которое будет перед нами. Господь, мы благодарны Тебе за то, что мы часть Твоей Церкви. Мы благодарны Тебе за Твое Слово, способное преображать и изменять нашу жизнь. Мы благодарны Тебе за то, что мы сегодня можем Его слышать. И мы молим и просим, дай нам сегодня особенной благодати принять это Слово, растворить его верой во имя Иисуса Христа. Благослови нас в этот день во имя Иисуса. Аминь. Присаживайтесь, драгоценная церковь. Благослови нас в этот день во имя Иисуса Христа. Когда в нашу жизнь кто-то желает благословения. Главное, чтобы не было, как, знаете, в той шутке, когда две сестры поссорились, и они же уже не могут говорить друг другу какие-то гадости. Одна говорит, да будь благословенна. А вторая говорит, да сама будь благословенна. Главное, чтобы нам так не желали, знаете, благословения. А в остальном благословение это очень ценное. Что-то очень ценное. Знаете, может быть, его иногда нельзя пощупать руками. Может быть, его нельзя положить в карман. Может быть, его нельзя поставить на полку. Но благословение, я верю в то, что благословение, это то, что способно преобразить жизнь любого человека. И знаете, сегодня я хотел бы начать вообще с того, чтобы мы разобрались. Что такое благословение, что такое проклятие. Откуда вообще появились эти понятия, что они значат. И потом мы поговорим о том, что способно принести благословение в нашу жизнь. Как благословение влияет на нашу жизнь. Для того, чтобы понимать ценность чего-то, для того, чтобы что-то оценить, оценить благословение. Хорошее слово, мы очень часто в церкви к нему привыкаем, но очень часто мы не придаем ему ценности. Так вот, для того, чтобы придать ему ценность, мы должны понимать, что такое благословение, для чего это нам надо и на что оно способно. Я начну с самого, с первой главы, первой книги Библии, прочитаю о том, что такое благословение. Бытие, первая глава, 27-28 стих. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божью сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею, владычествуйте над рыбами морскими, и над зверями, и над птицами небесными, и над всяким скотом, и над сею землей, и над всяким животным, присмыкающимся по земле». Знаете, благословение, если смотреть на то, как его описывает первое упоминание благословения в Слове Божьем, на то, как его описывает Библия и сам Бог, это не просто взмах какой-то волшебной палочки, по которому все в твоей жизни начинает устраиваться, и тут, и тут, сюда махнул, сюда махнул. Благословение – это когда вся твоя жизнь выстраивается согласно плана и намерения Божьего. Благословение – это когда Бог, в чем было благословение рая, в чем было благословение Адама и Евы. Благословение Адама и Евы состояло в том, что вся их жизнь была спланирована Богом. Если очень коротко подвести итог благословения рая. Знаете, Бог благословил Адама и Еву, когда они вообще были ноги. Это говорит о том, что благословение – это не всегда… Бог же не благословил Адама и Еву, вдруг у них появился огромный дом, 6 Мерседесов, 15 путевок им сразу насыпалось. Нет, Бог благословил Адама и Еву и сказал, теперь ваша жизнь будет устрояться согласно моему плану и намерению. И вот в этом состояло благословение. Послушайте, если у нас будет в жизни, мы будем иметь благословение от Бога, у нас будет все. У нас будет все. Послушайте, путь без Бога не может быть благословенным. Без источника благословения мы можем иметь какой-то временный успех, мы можем иметь в каких-то определенных сферах, я не знаю, финансовой, не финансовой, какой-то временный успех и думать, что это благословение, но это не так. Если Бог благословляет, Он устрояет весь твой путь от начала и до конца. И не важно, какое время ты проходишь, и не важно, сколько в этот момент у тебя в кошельке, и не важно, здоров ты или не здоров, благословение измеряется немножко не так. Благословение измеряется тем, что моя жизнь соответствует плану Божьему. Что же такое проклятие? Бытие, 3 глава. И сказал Господь, Бог змею, за то, что ты сделал, проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей, и вражду положу между тобою и женою, между всем семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, ты будешь жалить его в питу. Жене сказал, умножай, умножу скорбь твою, в беременности твоей, в болезни твоей будешь рожать детей, и к мужу твоему влечение твое, и оно будет господствовать над тобою. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ела дерево, о котором я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. В чем состояло проклятие Адама и Евы? Это знаете, проклятие это не какое-то просто магическое действие, которое навлекает там сплошную неудачу, сплошные какие-то, очень популярно об этом говорить. Что все, что происходит не так, это сразу проклятие. Вот это проклятие, это проклятие, это проклятие. Толковый словарь говорит о проклятии так, мне очень понравилось. Знаете, я когда прочитал это определение слова проклятие, для меня все расставилось на свои места. Проклятие это крайнее бесповоротное осуждение, знаменующее полный разрыв отношений и отторжения. Еще раз, проклятие это крайнее бесповоротное осуждение, полный разрыв отношений и отторжения. Проклятие это лишиться того, что приготовил для тебя Бог. Проклятие Адама и Евы состояло в том, что они лишились того, что с такой заботой, с такой нежностью, с таким вниманием готовил для них Бог. Бог все устроил в их жизни. Бог все устроил всю их жизнь. Говорит, и вот это будет хорошо, и вот это будет хорошо, и вот вам занятие, и вот это вы должны делать, и вот ваша жизнь будет успешна. И проклятие их состояло в том, что они всего этого лишились. Они лишились плана Божьего в своей жизни. Но знаете, в чем состоит благословение Нового Завета? В том, что проклятие Ветхого Завета вывело человека из рая. Но жертва Иисуса Христа способна возвратить человека в рай. Жертва Иисуса Христа, если ты принимаешь ее сегодня, она способна благословить и вернуть твою жизнь в первоначальное состояние, то, какое задумал ее Бог. Она будет счастливой, она будет благословенной. Может быть, не всегда она будет такой, как мы захочем. Но она будет такой, как хочет видеть ее Бог. И мы поговорим о трех вещах, на что же способна благословение сегодня в нашей жизни. Первое. Благословение нас меняет. Бытие, 32 глава, с 24 по 29 стих. И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари. И увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его, и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. И сказал ему, отпусти меня, ибо взошла заря. Иаков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал, как имя твое, он сказал, Иаков. И сказал ему, отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков будешь одолевать. Спросил Иаков, говоря, скажи, как имя твое. И он сказал, что ты спрашиваешь о имени моем. И благословил его там. В чем состояло благословение Иакова? За что боролся Иаков? За что Иаков вообще сражался? Почему нужно было это сражение? Почему Иакову так нужно было это благословение? Неужели Иаков сражался за то, чтобы у него стало больше овечек в стаде? Неужели Иаков сражался за то, чтобы стать более богатым? И этим ознаменовалось его благословение. Иногда, послушайте, иногда мы придаем слову благословение совсем не то значение, которое оно имеет на самом деле. Иногда мы придаем и думаем, что благословение – это когда я успешен, это когда я богат, это когда я здоров. И вот в этом состоит благословение. Послушайте, Иаков после этой встречи получил травму, которую носил через всю жизнь. «Ого, благословение! Ого! Я не так его себе представлял, а я думал, благословение – это я буду такой весь стройный, красивый и никогда не буду поправляться. Вот это мое благословение. Вот это значит, моя жизнь благословенна Богом». Послушайте, благословение Иакова состояло в том, что он из робкого Иакова, который боялся своего брата, который боялся встречи со своим братом, с Исавом, которого он когда-то, много лет назад обманул. Он стал смелым Израилем. «Благословение Иакова состояло в том, что он перестал быть тем, кем он был до встречи с Богом». Знаете, я вам могу сказать о своей жизни. Если бы 15 лет назад мне кто-то сказал, что я буду стоять здесь на сцене, я бы в это никогда не поймал. Разве что в качестве негативного примера. Меня бы могли вывести и сказать, вот таким, как он, быть не надо точно. Меня так и делали, кстати. В школе меня выводили и говорили, ребята, смотрите, таким, как он, быть не надо. Если бы вы встретились со мной 15 лет назад, у вас бы мало позитивных эмоций осталось от встречи со мной. Это не, ну, я говорю, как есть. Я был гадким, ужасным, мерзким человеком. Я сегодня могу честно в этом признаться. Но Бог благословил меня и поменял мою жизнь. И в этом состоит мое благословение. Послушайте, я хочу поделиться очень важной мыслью. Возможно, она сегодня послужит для вас ободрением. Может быть, вы сегодня смотрите и сомневаетесь. И думаете, смотрите на кого-то и думаете, вот его жизнь, она точно благословенна. Вот у него успех. Вот у него работа. А моя жизнь, что в моей жизни не так? Знаете, что Давид тоже сомневался когда-то? Царь Давид. Почитайте 72-й псалом. Я не буду читать его сегодня. Он смотрел на жизнь людей нечестивых. Ему казалось, да что ж такое? Я веду богобоязненный образ жизни, а у них так все хорошо. Не напрасно ли я, он говорит, омывал и очищал сердце моё? Я хочу сегодня поделиться очень важной мыслью. Благословение очень часто – это не то, что я получил, а то, кем я стал. Благословение – это не то, что я получил, а то, кем я стал. А то, что я получил – это уже следствие того, кем я стал. Послушайте. Я когда общаюсь с ребятами, моё служение, оно связано с ребятами зависимыми. И знаете, какое-то время назад я общаюсь с одним человеком, и он говорит, вот моя жизнь не меняется. Вот всё так нехорошо, что такое. Вот я смотрю у тех, и тут машину купил, а у меня что-то ничего не меняется. Я у него спрашиваю, ты сколько до этого лет употреблял? Он говорит, двадцать. Я говорю, ты сколько не употребляешь? Два. Я говорю, ты считаешь, что твоя жизнь не поменялась? Ты двадцать лет. Тебя к смерти два раза приговорили уже. И два года ты жив. И два года ты здоров. И два года радуется твоя семья. И два года смотрят на тебя люди и берут пример. И ты считаешь, это не является благословением. Послушайте. Благословение – это когда после встречи с Богом ты меняешься. А всё, что ты получаешь, это уже как следствие. Хорошо. Идём дальше. Благословение, которое сопровождает. Второзаконие, восьмая глава, со второго по четвёртый стих. Очень часто мы цитируем это место из Писания. Очень часто мы говорим о нём. Прочитай его. И помни весь тот путь, которым вёл тебя Господь, Бог твой. По пустыне вот уже сорок лет, чтобы смирить тебя, испытать, узнать, что в сердце твоём, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манную, которую не знал ты и не знали отцы твои. И дабы показать тебе, что не одним хлебом живёт человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа живёт человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла. Вот уже сорок лет. Послушайте. Бог выводит Израиль из многолетнего рабства. Рабство, согласитесь, для всего народа, это было проклятие, огромное проклятие, находиться в рабстве, находиться в порабощении у другого народа. И Бог выводит их оттуда. И Он говорит, благословение моё состоит не в том, чтобы просто вывести тебя и бросить. Благословение моё состоит в том, чтобы сопровождать тебя на всём пути твоей новой жизни. Благословение способно в равной мере насытить все периоды твоей жизни. Все. И Бог говорит, и будут разные периоды, и голод испытывать будешь, и смиряться будешь. И не всегда всё будет, но я всё это время буду с тобой, и в этом будет твоё благословение. Послушайте, быть, оставаться в рабстве и получить лишнюю пайку супа – это не благословение. Благословение. Оставаться рабом и получить двойную порцию – это не благословение. Благословение – это выйти из рабства. Да, это нелёгкий путь. Да, это путь, который требует от тебя усилий, но это есть путь благословения. И на этом пути Бог говорит, я буду с тобой. Надо, буду идти с тобой 40 лет. И всё это время ты будешь видеть, я веду тебя. У тебя будет всегда. Бог говорит, я тебе гарантирую. Я не гарантирую тебе дворцов, я не гарантирую тебе мерседесов, я не гарантирую тебе каких-то излишек, но я тебе гарантирую. Это слово говорит о том, что на протяжении всей твоей жизни я тебе гарантирую, у тебя всегда будет что есть, тебе всегда будет во что одеться. И как когда-то говорил наш старший епископ, он говорил, даже если хлеб будет стоить миллион долларов, у верных людей никогда не будет нужды. Но есть один нюанс. Бог выводит Израиль из рабства. Какое-то время они идут за Богом. И Бог останавливает их и говорит. Второзаконие, 11 глава, с 26 по 28 стих. Вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если послушаете заповеди Господа Бога вашего, которые я вам сегодня заповедую. А проклятие, если не послушаете заповеди Господа Бога вашего и уклонитесь от пути, который заповедую сегодня вам, и пойдете вслед богов иных, которых вы не знаете. Вы заметили, как Бог в раю благословлял Адама и Еву? Он вообще им ничего не предлагал. Он просто взял и благословил их. Он просто взял и благословил. Почему тут Бог останавливает и говорит, теперь выбирай? Почему нельзя было просто всего надавать, сказать, я благословляю тебя, я позабочусь о тебе, живи как хочешь вообще, делай что хочешь, я позабочусь о тебе. Знаете, я так думаю. Я не нашел этому нигде подтверждения, это мои личные мысли такие. Бог предоставил человеку выбор после того, как вывел его из рабства и совершил самое большое чудо в их жизни. И предоставил ему выбор, чтобы не получилось, как в раю, что Бог все дал, и в итоге в глазах Адама еще и виноват остался. Бог говорит, послушай, если ты хочешь идти и жить благословенной жизнью, тебе надо понимать, что основанием благословения в твоей жизни является исполнение заповедей Божьих. И так не будет, что ты будешь жить жизнью, которой ты хочешь, ты будешь делать все, что ты хочешь, ты будешь жить, как ты хочешь, ты будешь, я не знаю, делать все, что твоей душе заблагорассудится и жить при этом в благословении. Невозможно жить в благословении, вдали от источника благословения. Мы не можем жить благословенной жизнью без Бога, который является источником благословения. Послушайте, Бог говорит тебе, все равно придется выбрать, хочешь ли ты жить этой жизнью, подтверждаешь ли ты свой выбор. И знаете, что я могу сказать? На протяжении всего пути, которым я вот иду, в этом году будет 15 лет, как я иду за Богом. Мне каждый раз надо подтверждать свой выбор. Мне каждый раз надо становиться перед этим вопросом, хочешь ли ты идти дальше? Вот тебе опять два пути. Хочешь ли ты идти дальше этим путем? Готов ли ты идти этим путем? Знаете, я в своей жизни встречал породу своего служения. Очень часто встречаю людей, которые приходили абсолютно разбитыми, таким, как и приходил я. Абсолютно ногими, голыми, без ничего, боссами, без документов. Бог благословлял, менял их жизни, давал им все, давал семьи, давал квартиры, давал машины. Люди отступали от Бога, теряли все. И приходили и говорили, послушай, я потерял все. Я говорю, знаешь почему? Потому что все, что ты имел, тебе дал Бог. И как только ты от Него отступил, ты остался с тем, с чем ты к Нему пришел. Благословение, это не что-то вот такое, что один раз Бог сказал, и теперь, что бы я ни делал, как бы я ни жил, что бы я ни вытворял, что бы я ни говорил, я буду все равно жить в благословении. Бог это не пополняшка, знаете, часто, извините, что я сравниваю так, но очень часто люди благословения с какой-то автомат, вот этот, пополняшка. Мне надо, я зашел, пук, засунул туда, все, Бог обязан же мне, я же как бы в церковь пришел. Но это не так. Бог говорит, подтверди свой выбор. Если ты хочешь жить в благословении, тебе придется следовать моим заповедям. И это есть условие для тебя и для меня. И третье, что делает благословение в нашей жизни, оно умножает. Бытие, 22 глава, 17-18 стих. Бог говорит Аврааму. Я благословляя, благословлю тебя, и умножая, умножу тебя. Семя твое, как звезды небесные, и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами и врагов твоих, и благословится в семени твоем, все народы земли, за то, что ты послушался глаза моего. Бог дал такое сильное обетование Аврааму. Я думаю, каждый из нас хотел бы услышать это обетование в свою жизнь. Я благословляю тебя, умножая, умножу тебя. Кто хотел бы услышать это в свою жизнь? От Бога. И я хотел бы. Почему Бог был так благословен к Аврааму? Почему Бог так благословил Авраама? Потому что в свое время Авраам, все, что было у него, и даже самое дорогое, решил посвятить Богу. Послушайте, все, что мы посвящаем Богу, все, чем мы готовы пожертвовать ради Бога, умножается. Все, что мы посвящаем Богу, умножается. Вот почему в жизнь Авраама прозвучали эти слова. У него был один сын. У него был один сын. Но за вот эту готовность, Бог сказал, твое семя, посмотри, говорит, на небо. Бог говорит, посмотри на небо. Если сможешь посчитать звезды, сможешь посчитать своего потомства. Все, что ты, послушайте, никогда не бойтесь. Никогда не бойтесь посвящать свои дома Богу, они умножатся. Никогда не бойтесь посвящать свою жизнь Богу. Никогда не бойтесь посвящать свои финансы Богу, они умножатся. Все, что мы посвящаем Богу, оно умножается. Убражается. Знаете, я помню, такая, может, смешная история. У меня, я уже был где-то лет семь или восемь с Богом, и так хотелось мне машины, у меня ее не было. Я помню, мой пастор мне говорит, я тебя благословляю, чтобы у тебя была машина. А я себе думаю, да-да, а деньги я где возьму. И знаете, прошло вообще короткое время, прошло несколько месяцев, и, о чудо, у меня появилась Таврия. Честно вам скажу, честно вам скажу, я думал, что это вообще, это потолок, мой жизненный потолок. Я достиг своего жизненного потолка. Знаете, мы встали с моей женой, помолились и сказали, Господь, это машина. Она всегда будет служить тебе. И все, что у нас будет, оно всегда будет посвящено на служение тебе. Эта Таврия, она перевозила, я не знаю, она перевозила на реабилитацию половина города Киева. У нее ключи были у всех, кому надо. Мы давали ее, она ездила. И знаете, прошло какое-то время, и у меня там появилась другая машина. Один брат пришел ко мне и говорит, слушай, купи мою машину. Я говорю, с радостью только денег нет. Он говорит, забирай так, потом деньги отдашь. И вот следующая, уже третья машина, это было вообще для меня, в итоге, знаете, я какой после третьей машины для себя сделал глубокий вывод. Если тебя благословляют, не сопротивляйся, а говори аминь. Даже если ты в это не веришь. Аминь. Я помню, я продал эти жигули, у меня были, я продал эти жигули, и это был 2016-2017 год. И я пришел к пастыре, говорю, пастырь, благословите меня, чтобы я купил машину. И пастырь молится за меня и говорит, я благословляю тебя, чтобы ты купил машину не позднее 2012-го года, чтобы эта машина служила Богу. Пастырь молится, а я думаю, ну конечно, 2012-го года, ага. Сейчас 2017, 5 лет машине, я на финансы думаю, да ну это из разряда вообще фантастики. Слушайте, я искал машину полтора месяца, я смотрел 2008-й год, я смотрел 2010-й, 2006-й, я переездил полгорода Киева. Мне когда звонили и говорили, что надо поехать посмотреть какую-то машину, у меня уже психоз начинался. Я не хотел уже ничего сотреть, я уже все пересотрел, я уже смирился с тем, что я буду вообще жить без машины. Жил же как-то до этого, и сейчас буду жить. И вот в один день позвонил мне пастырь Юра и говорит, поехали посмотрим машину, там есть, говорит, на одной площадке машина. Я приезжаю с ним, такая площадка на Чайке, огромная вообще, огромная-огромная, я не знаю, такая, ну машины я с автосалонов сводил. Стоит одна машина 2012-го года, ровно копейка в копейку за те деньги, которые у меня есть. И знаете, я понял, два важных момента. Все, что ты посвятишь Богу, оно умножится. Мы каждую нашу машину, которую мы покупали, мы становились моей женой, говорили, мы посвящаем ее тебе. Нам она не принадлежит. Послушайте, я пришел к Богу, голый и босый. Какая машина? У меня не было, у меня паспорта не было. У меня ничего не было. И сегодня я могу сказать, что все, что я имею, это благодаря Богу, который благословил мою жизнь. Я хочу еще один пример привести. Знаете, мы, когда стартовали нашим служением, вообще служением реабилитации, церкви, нас было шесть человек, я уже когда-то рассказывал это, нас было шесть человек. Но мы шестером встали и согласились. Мы будем служить не на девяносто, не на девяносто пять, не на сто, а на сто двадцать процентов. Мы будем делать всегда так, чтобы Богу было приятно. Я могу сегодня сказать и свидетельствую вам, за время войны наша церковь не стала меньше, она выросла. Церковь выросла за время войны, когда все говорили, все уезжают, все разъезжаются, все, страх, ужас, кошмар, церковь выросла, потому что мы в свое время решили посвятить себя Богу. Не бойтесь, драгоценные, не бойтесь посвящать свою жизнь Богу. Вы увидите, как все в вашей жизни будет умножаться. Не бойтесь жертвовать, не бойтесь посвящать своих детей Богу. Послушайте, все, что вы посвятите Богу, оно рано или поздно умножится. Давайте мы сейчас поднимемся. Я хочу сделать три коротких таких практических вывода, и мы будем молиться. Первое. Мы говорили о трех благословениях. Я хотел бы сказать о трех таких вещах. Первое благословение перемен. Если мы хотим меняться, нам придется бороться. И Бог благословит. Если вы хотите сегодня, и стоите здесь, и думаете, моя жизнь не меняется, знайте, за перемены вам придется бороться. Вам придется расстаться с прежней жизнью, и Бог вас благословит. Если мы хотим, чтобы Бог благословил весь наш путь, нам все время нужно подтверждать свой выбор. И сегодня мы можем говорить Богу, Бог, я в сотый раз говорю, я иду за тобой. Как бы мне сейчас не было тяжело. Что бы я не видел вокруг себя. Какие бы обстоятельства меня не одолевали, я подтверждаю свой выбор. Я иду за тобой. Если мы хотим умножения, нам придется. Церковь придется жертвовать. Если ты хочешь, чтобы умножилась твоя домашняя церковь, тебе придется жертвовать и вкладывать в нее. О, мы так молимся о пробуждении в моей домашке. Знаешь, с чего начинается пробуждение? Это когда одна неспасенная душа приходит, и ты вкладываешь в нее, вкладываешь, вкладываешь, вкладываешь. Сто процентов. Может быть, кого-то надо будет отвезти на реабилитацию. Может быть, кому-то нужно будет купить обувь. И твоя домашняя церковь обязательно умножится. Давайте мы сейчас будем молиться. Господь, мы и так благодарны Тебе за то, что Ты источник благословения в нашей жизни. Отец, и мы молим и просим сегодня о людях, которым так нужны в жизни перемены. И мы их сегодня благословляем, дабы к ним пришла эта смелость сражаться и бороться за перемены в своей жизни во имя Иисуса Христа. Не согласиться, а сражаться и бороться. Бороться с болезнью, бороться с зависимостью. Отец, мы благословляем сегодня тех, чей выбор сегодня поколебался. Тех, кто засомневался. Мы не хотим быть исколеблющихся. Мы хотим твердо стоять в вере и следовать Твоим заповедям. Мы верим. Мы знаем, Господь. Как бы нам не было тяжело, мы стоим на пути благословения, и Ты благословишь нас. Господь, и сегодня. Мы сегодня отдаем свою жизнь в Твои руки. Мы предаем, Боже, всю нашу жизнь, наше служение нашей семьи, нашей работы. Мы посвящаем их Тебе, наших детей. И мы знаем. Мы верим в это. Мы не сомневаемся. Все это умножится. Господь, благослови нас во имя Иисуса. Аминь. Радоценно, я хочу свершить еще одну молитву за тех людей, которые пришли сегодня в первый раз. Может быть, вы не в первый раз, но вы никогда еще не выходили для молитвы покаяния и примирения с Богом. Послушайте. Самое большое благословение в жизни человека – это унаследовать спасение. Ради этого Христос пришел на эту землю. Был распят и воскрес ради того, чтобы мы унаследовали спасение. Выходите сюда вперед. Те, кто хотят молиться, молиться молитвой покаяния. Те, кто хочет сегодня примириться с Богом. Расстаться со старой жизнью и унаследовать благословенную жизнь во кресте. Выходите, где бы вы ни стояли, под балконом, на балконе, в малом зале. Может быть, вы стоите в середине ряда. Пробивайтесь. Как сегодня говорил пастор Саша, пробивайтесь, пробивайтесь, идите к Иисусу. Вы не сможете жить благословенной жизнью без Бога. Это все будет иллюзией. Вы раз за разом просто будете разочаровываться. Выходите сюда вперед. Не сомневайтесь. Поборитесь. Сегодня день борьбы для вас. Поборите все сомнения. Поборите весь страх. Поборите всю неуверенность. Скажите сегодня. Заявите. Я хочу идти за Богом. Я подтверждаю свой выбор. И Бог благословит вашу жизнь. Драгоценные те, кто вышли. Вы смелые люди. Смело заявить о том, что я нуждаюсь в Боге. О том, что мне есть за что просить прощения. Это смелость. Давайте мы сейчас закроем свои глаза. Те, кто вышли. Если прямо во время молитвы вы будете чувствовать, что вам надо выйти. Выходите. 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 Буквально полминуты мы еще ждем. Выходите вперед. Хватит держаться за эту жизнь. Хватит. Давайте мы сейчас просто все вместе закроем глаза и повторите со мной эту молитву. Дорогой Господь, я прихожу к Тебе, такой, какой есть, и признаю себя грешным человеком, и признаю Тебя моим Господом и Спасителем. Я открываю свое сердце и прошу войти в Него. Прости мне все мои грехи. Освободи меня от рабства греха. Я посвящаю свою жизнь Тебе. Становлюсь на путь праведности. Я молился во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Брагоценные те, кто покаялись, мы сейчас еще свершим за вас молитву. Мы не призываем вас ходить именно в нашу церковь. Мы призываем вас идти за Богом. Если вы решите идти за Богом вместе с нами, мы будем рады помочь вам. Сейчас наши служители пройдут с вами по центральному проходу, в фойе, познакомятся с вами, вручат вам небольшие подарки. А мы еще свершим небольшую молитву за вас, за всех. Благословляем Господь этих людей, Боже, во имя Иисуса Христа. Мы молим и просим, пусть власть греха разрушится в их жизни раз и навсегда. Пусть их основанием для жизни станешь ты во имя Иисуса. И мы их сегодня, как церковь, благословляем идти по этому новому благословенному пути во имя Иисуса. Аминь. Вы можете проходить. Драгоценная церковь. И давайте мы свершим еще одну молитву. За всех благовестников, кто в это нелегкое время благовествует Евангелие. Послушайте. Самое большое благословение для спасенного и верующего человека – видеть спасенными других людей. И самая большая миссия и цель – быть благословением для кого-то. Давайте мы будем нести это Евангелие. Там, где мы есть, в наших домах, в наших работах. Давайте мы будем светом этому миру. Господь, я благословляю сегодня людей, которые сегодня принимают решения и идут, следуют за Тобой и благовествуют Твое Святое Имя. Мы благословляем, пусть сила, чудеса и знамения сопровождают проповедь Евангелия во имя Иисуса Христа. Пусть по их молитвам люди исцеляются, люди меняются, Боже, и преображаются. Мы сегодня благословляем нашу церковь, пусть окон Евангелия всегда горит в середине нашей церкви во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте мы прославим Бога.